С вами канал «Учебник вслух». История древнего мира. Пятый класс. Тема урока – индийские варны. Миф о происхождении четырёх варн. Каждый индиец с самого рождения принадлежал к одной из четырёх варн – жрецов, знатных воинов, земледельцев, слуг. Индийцы верили, что каждая из них произошла из какой-либо части тела бога Брахмы. Жрецы Брахманы появились из его рта, и поэтому они знают, как произносить молитвы. Воины произошли из могучих рук Брахмы и потому умеют сражаться. Земледельцы, те, кто пашет землю и пасёт скот, возникли из его бёдер. А слуги находятся ниже всех, потому что созданы из запылённых ступней его ног. Индийцы считали, что люди разных варн также отличаются друг от друга по рождению, как животные разных пород. Человек, родители которого были земледельцами, никогда не мог стать жрецом или знатным воином. Ведь и у коровы, например, не может родиться жеребёнок или поросёнок. Дети брахманов, врастая, становились жрецами, а дети слуг – слугами. Как брахманы приносили жертвы? Самыми мудрыми и почтенными в Индии считались брахманы. Их приглашали в каждый дом, где хотели принести жертву богам. Хозяин дома предлагал им за это богатый подарок, обычно корову. Сначала брахманы разжигали огонь трением двух деревянных палочек. Потом они пели хвалебную песнь богам и звали их в гости, посидеть на связках травы у костра, вдыхая запах еды, которую бросали в огонь. Индийцы думали, что зёрна риса и ячменя, масло и молоко не сгорают в жертвенном огне, а с дымом уносятся на небеса, к богам. Если боги будут сыты и довольны, они в благодарность даруют людям хороший урожай на полях. Так и кормили друг друга люди и боги. Периоды жизни брахмана. Жизнь брахмана делилась на три периода – учение, обзаведение семьёй, отшельничество. Жрецам необходимо было знать, с какими словами обратиться к богам, чем их накормить и как прославить. Этому брахманы обучались старательно и долго. Обычно брахман отдавал своего сына в учение, когда тому исполнялось семь лет. Он приводил его в дом к учителю, тоже брахману, и оставлял жить там. Мальчик должен был слушаться учителя и почитать его, как отца с матерью. Повернуться к учителю спиной считалось недопустимым. Подойти к нему можно было только с непокрытой головой и без сандалей. А здороваясь, ученики так низко кланились, что касались ног учителя. Они повторяли всё, что он говорил, слово за словом, стараясь выучить наизусть целые книги. Вставая с восходом солнца, ученики выполняли всякую работу по дому. Приносили воду, подкладывали дрова в очаг, пасли коров. Когда мальчику исполнялось 16 лет, родители преподносили учителю в дар корову, а сыну подыскивали невесту. После того, как Брахман выучился и обзавёлся семьёй, он и сам мог брать в дом учеников, приносить жертвы богам для себя и для других. Когда у Брахмана появлялись внуки и голова становилась седой, он мог оставить дом старшему сыну, а сам уходил в отшельники. Он строил в лесу шалаш, спал на голой земле и питался лишь лесными плодами, стремясь вдали от людей достичь блаженного состояния душевного покоя. Некоторые истязали своё тело, голодали, неделями и месяцами стояли с поднятой рукой или на одной ноге, молчали годами. Они верили, что после таких мучений при новом рождении останутся Брахманами или даже будут жить вместе с богами на небесах. Варны знатных воинов, земледельцев и слуг Индийские цари сами были из варны знатных воинов и окружали себя людьми, принадлежавшими к той же варне. Воины участвовали в битвах на слонах или колесницах, а в мирное время пировали во дворцах, выезжали на охоту или устраивали состязания в стрельбе из лука. Знатные воины считали, что их предками были древние цари и герои, такие как Рама. Уже поэтому они намного выше простых земледельцев, а тем более слуг. Но и земледельцы, которые имели свои дома, поля и скот, с пренебрежением относились к слугам-беднякам. Слуга не имел права накапливать имущество и приносить жертвы богам, прося их о помощи. Хозяину своему он должен был подчиняться беспрекословно и почитать всех людей более высоких варн, особенно брахманов. Неприкасаемые Хуже всего приходилось тем из слуг, которых называли неприкасаемыми. Им даже запрещалось жить в деревне. Спали они в жалких лачугах за ее пределами, опитались отбросами. С ними никто не садился за один стол. Все равно, что с каким-нибудь грязным животным. Неприкасаемые носили особые одежды, чтобы никто случайно к ним не подошел и не прикоснулся. И когда они входили в деревню, убрать мусор или сделать другую черную работу, то люди старались уйти с улицы, чтобы не видеть этих презренных существ. Неравенство по рождению казалось индейцам естественным и вечным. Если человек низкого происхождения осмеливался поднять руку на брахмана, царь приказывал отрубить ему руку. Если он обращался к брахману с поучениями, ему лили в глотку кипящее масло или пронзали язык раскаленным железом. Религия давала людям лишь одно утешение. Если простые земледельцы и слуги будут покорны своей участи, то после смерти они могут родиться воинами, царями и даже брахманами. Но некоторые древнеиндийские мудрецы не придавали большого значения принадлежности человека к той или иной варне. Так Будда, основатель религии буддизма, учил, что главное – личное достоинство человека, а не его происхождение. Легенда о Будде Это было в V веке до н.э. Жил в Индии юный царевич Гаутама. Он обитал в прекрасном дворце. Слуги держали над его головою белый зонт, чтобы не коснулись его лучи солнца или капли дождя. Он думал, что повсюду жизнь так же прекрасна и даже не предполагал, что существует горе, боль и смерть. Но однажды он встретил дряхлого старца и понял, что старость неизбежна. Встретил больного и понял, что не вечно будет здоров. Он задумался о смерти и решил стать отшельником. Долго странствовал он, голодал и терпел лишения. И однажды, когда он сидел под огромным деревом, скрестив ноги, предаваясь глубокому размышлению, он обрел мудрость. С тех пор его стали называть Будда, просветленный мудрец. Будда говорил о том, что всякая жизнь сопровождается страданиями. Но можно улучшить свою участь, если всегда говорить правду, стремиться к добру, не брать чужого и никому не чувствовать злобы и зависти. Человек должен освободиться от бесконечных желаний все новых богатств и удовольствий. Тогда он не будет вновь и вновь рождаться на этой земле. Каждый богаче бедняк, брахман или слуга может стать буддистом, то есть последователем Будды, и спастись от страданий и новых рождений. Долгие годы Будда странствовал по Индии. У него появилось много учеников. Звали их нищими, так как они собирали подаяние. Когда в III веке до н.э. Индия объединилась, царь Ашока заявил о своей преданности учению Будды. Он призывал не убивать живые существа, поддерживать нищих, почитать родителей и проявлять милосердие к рабам и слугам. Позднее буддизм распространился по всему миру. Индийские цифры. Мы называем свои цифры арабскими, потому что заимствовали их у арабов. А сами арабы признавали, что цифры получили от древних индийцев. В Индии впервые стали записывать числа так, как привычно и нам. Крайняя цифра справа указывает количество единиц. Слева от нее – десятков, еще левее – сотен. Шахматы. В Древней Индии войско состояло из пехоты, конницы, колесниц и слонов. Но индийцы считали, что царское могущество не в количестве воинов, а в искусном руководстве государством. Более всего полезен царю мудрый советник Брахман. В Индии придумали игру для царей – шахматы. В наши дни фигурку колесницы называют ладьей, а советника – ферзем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok